Цифровой USB-микроскоп M500 – отличный помощник не только для начинающих исследователей в учебных и познавательных целях, но также он с успехом используется профессионалами самых разных сфер деятельности, где необходимо проводить наблюдение поверхности предметов с сильным увеличением. Благодаря своей компактности и за отсутствие классических громоздких элементов конструкции привычных нам микроскопов, цифровой USB-микроскоп M500 дает возможность быстро приступить к процессу исследования, просто подключив его к компьютеру. В таком случае объектами исследований могут стать любые окружающие нас предметы, начиная от листьев растений и кожи пальцев, заканчивая печатными платами или экранами мобильных телефонов. Цифровой USB-микроскоп позволяет просматривать увеличенное изображение объектов в отраженном свете на экране компьютера, а прилагающееся программное обеспечение дает возможность моментально сохранять и обрабатывать полученные фото и видеоматериалы в высоком качестве. К тому же в программе реализована возможность проводить линейные измерения объектов на изображении, а калибровка производится с помощью специального калибровочного слайда, входящего в комплект микроскопа. Еще одним плюсом является то, что данный микроскоп не требует дополнительных источников питания и дополнительной подсветки объекта исследования, так как светодиодное освещение встроено в микроскоп и питается от USB-порта компьютера. Цифровой микроскоп M500 оснащен качественной 5-мегапиксельной КМОС-матрицей. Имеет встроенное светодиодное освещение, состоящее из 8 светодиодов с плавной регулировкой яркости. Увеличение микроскопа варьируется от 10 до 300 крат. Диапазон фокусного расстояния от 0 до 150 миллиметров. Это значит, что микроскоп можно прислонить прямо к поверхности объекта, либо разместить на расстоянии до 150 миллиметров от него. Прилагаемое программное обеспечение на русском языке работает на операционных системах Windows и macOS. Микроскоп поставляется в небольшой коробке из плотного картона с указанием основных характеристик и комплектации микроскопа. Открываем данную коробку, убираем верхний защитный поролоновый слой и находим под ним диск с программным обеспечением, инструкцию по эксплуатации и калибровочный слайд. В основном защитном боксе находится цифровой микроскоп и штатив. Далее достаем основной бокс, чтобы извлечь из нижней секции коробки основание для штатива. Устанавливаем и фиксируем штатив специальным креплением в основании предметного столика. Микроскоп располагаем в посадочном кольце и также фиксируем его положение. Подключаем микроскоп к компьютеру, устанавливаем и запускаем программу, идущую в комплекте, проверяем наличие сигнала с микроскопа и после этого располагаем на предметном столике объект исследования. С помощью вертикального перемещения головы штатива выбираем нужное фокусное расстояние и фиксируем данное положение. Затем, вращая колесо регулировки яркости верхней части микроскопа, устанавливаем комфортное значение яркости получаемого изображения. Далее настраиваем резкость изображения с помощью специального диска, встроенного в корпус микроскопа, либо с помощью рукоятки фокусировки на штативе. Чтобы избежать случайного изменения резкости, фиксируем положение площадки штатива смежной рукояткой. Наблюдая получаемое изображение на экране монитора, плавно перемещаем объект на предметном столике для получения интересующей нас зоны исследования. В настройках программы можно выбрать как рабочее разрешение изображения, так и отображение даты и времени съемки и специальной сетки для помощи в более точном позиционировании объекта в кадре. При необходимости измерений объекта исследования необходимо предварительно выполнить калибровку программы. Для этого вместо объекта исследования кладем калибровочный слайд, делаем фото шкалы с известной ценой деления, открываем меню редактирования изображения, выбираем желаемую единицу измерения и подходящую толщину линии. С помощью функции калибровка проводим измерительную линию вдоль шкалы и в появившемся окне указываем реальный размер измерительной линии. После этого убираем калибровочный слайд, возвращаем объект исследования и измеряем объект с помощью измерительной линии. Калибровку линейки необходимо производить после каждого изменения увеличения. Нажимаем на кнопку фото, если нужно сделать фотографию. Если требуется записать видео, то нажимаем на кнопку видео. Для остановки процесса записи повторно нажимаем на кнопку видео. Двойной клик по сохраненной фотографии открывает меню редактирования данной фотографии, а двойной клик по видеофайлу открывает просмотр записанного нами видео. Редактирование сохраненного изображения встроенными средствами программы позволяет выделить или подчеркнуть необходимую область изображения, добавить текстовую заметку или произвести измерение интересующего участка изображения. Все полученные фото и видеоматериалы будут сохранены в указанном пути в настройках программы. Для сохранения отредактированного изображения нажимаем на кнопку «Сохранить» и указываем имя и путь сохранения файла. Выбирайте альтами, подписывайтесь на наш канал и следите за дальнейшими обновлениями.